всем добрый день дорогие друзья добрый день уважаемый трейдер уважаемый инвестор на связи михаил ричард сегодня у нас очередная пятница и как всегда у нас разбор новостей разбор торговых сделок и макротрейдинг на youtube канале компании амаркет что мы сегодня будем делать за предыдущие два видео за предыдущие два занятия мы с вами разобрали то как непосредственно я торгую как работает моя статегия макротрейдинг мы с вами разобрали то как анализировать макроэкономическую ситуацию на какие главные макро показатели обращать внимание разобрали как строить уровни как какие модели использовать для входа в сделку я на прошлом найти вкратце пробежался показал как я это все делаю но сейчас и уже последующие занятия мы с вами будем заниматься больше практикой где я уже буду соответственно анализировать текущую ситуацию на рынке и предоставлять как торговые идеи так и отрывать некоторые сделки для для заработка вот поэтому что давайте будем начинать сразу же от вас за хорошее настроение лайки и подписка на канал это это само собой это обязательно но сейчас я покажу свой экран и первое что мы начнем это проанализируем макроэкономическую ситуацию то что нас ожидает на ближайшее на ближайшую неделю как видите я еще не делал вообще макроанализ на следующей неделе потому что при никак не делая макроанализ делаем делал отбор новостей хочу вам показать непосредственно как это все делается чтобы вы видели откуда берутся новости откуда берутся данные и и как это все делается вот итак первое у нас есть такая такой файлик если кому интересно тоже пишите комментариях я скину на него ссылку скачайте себе можете его пользоваться можете им пользоваться что мы сюда делаем сюда мы писываем основные макроэкономические новости которые нас интересуют а это процентные ставки инфляция пи пи ай и уровень безработицы так заходим на сайт рейдинг холла не трейдинг он микс а инвестинг а где у нас есть экономические календарь на инструменты экономический календарь выбираем следующей неделе и смотрим какие новости у нас выходят на следующую неделю нас с 3 до 7 февраля 2020 года наш второй месяц начался года ничего себе так что у нас здесь 1 понедельник из главных новостей так принципе я пробежался будто то что может повлиять на фондовый рынок это пи мяй это индекс экономической деловой активности или экономической активности суть и сильно не меняет он может достаточно сильно повлиять на волатильность рынка потому что если падает у нас деловая активность то понятное дело компания не не реинвестирует деньги в себя не укладывают и как результат и роста в будущем можно не ждать если он растет то совсем картина обратно то есть видим на понедельник у нас практически никаких новостей нет которые сильно бы повлияли у нас на валютный рынок но во вторник у нас уже самого утра в 6 30 выходят решение по процентной ставки в австралии ну давайте его сразу записываем и ну и будем анализировать по ходу уже все все эти новости когда я принесу перенесу данные дальше больше мы как видим ничего из такого не выходит а вот ничего не уходит пи пи выходит по еврозоне тоже его сюда переписываем индекс цен производителей еврозона сюда записываем и так секундочку метод трейдера приходит сейчас будет толпа поэтому извиняюсь за шум но все все приходят здороваются как всегда видео то мы записываем самого утра сейчас пачка их когда зайдет но сразу второй уже зашел а вторая добра ребята я записываю видео поэтому пожалуйста потише я записываю видео так это вообще-то был прямой эфир поэтому у нас наша пришла главная трейдер шаюля прошение нашей комнаты и шумит нам здесь хорошо план идем дальше по новостям вроде как все переписал далее 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 следа 5 февраля что у нас по новостям по новостям больше 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 ничего из таких важных новостей принципе идем ничего четверг из тех новостей которые нам нужно это если мы сничтожи а вот по рублю у нас выходит инфляция что у нас по рубль четверг инфляция почему это важно тоже я сегодня расскажу расскажу про курс рубля что можно от него ожидать кстати по про курс гривна тоже скажу пишите кстати какой кто кого-то полкова с какой страны вас больше потому что я тогда буду знать упорно какие валюты больше делать так как есть очень глубокий макро экономический анализ по украине по россии по некоторым странам европы и как непосредственно макро новости буду дальнейшем влиять на курс валюты и вообще целом что будет растительную экономику я могу очень подробно это рассказать так и и и и пятница у нас из главных новостей это по доллар уровень безработицы и наши любимые нон-фарма но нон-фарма это кого-то любимые вот изменение числа занятых месяц как известно секторе но тот кто меня уже давно знает тоже знает потому что это нон-фарма на самом-то деле ни на что не влияют влияет уровень безработицы потому что в зависимости от безработицы в дальнейшем будет ли приниматься решение по поводу процент наставок по поводу того дальнейшего где действий фрс по политике ужесточения или стимулирования экономики и результате вот самое важное это именно уровень безработицы а количество новых созданных мест ну окей прикольно созданием созданы места и что это это не так сильно не такое сильное влияние так уровень безработицы сша то есть как видим по сравнению с этим текущей неделе следующая неделя она просто мега без новостная но тоже время выходит будет данные по нон-фармам и не всегда нас волатильны хотя не настолько волатильны как они были раньше где-то годиков так всем тому назад сейчас уже была сильность уменьшилась но то же время тоже есть хорошо то есть новости мы переписали теперь давайте разберемся что нам ожидать первое как мы делаем делаем анализ перезаходим страну сша например давайте сделаем по сша и по тем странам по которым выходят и главные новости и так первое на что обращаю внимание заходим деньги смотрим процентную ставку кстати процентная ставка как раз в эту среду выходила ему видим что 175 процента она не поменялась и принципе что сказал павел в том что глава фрс что в ближайшее время не буду смотреть за экономикой но скорее всего к апрелю ничего сильно меняться не будет разве что куда изменится в экономика что может измениться в экономик экономик может измениться ускориться к примеру инфляция может может а на данный момент уже 2 3 процента при том что таргет по инфляции в штатах 2 процента то есть если инфляция продолжить свой рост в таком случае уже на следующий месяц вернее в феврале месяце будут какие-то действия приниматься в частности это может быть сокращение денежной базы сокращение баланса центробанка для того чтобы уменьшать ликвидность и не разгонять быстрыми темпами для тебя потому что слишком быстрее это нехорошо для страны так поэтому на данный момент если такая политика будет происходить помнить я говорю что самое главное для инвесторов это смотреть не на то что было а то что будет и мы находимся в точке сейчас сейчас у нас доходности например по тем же government банк 10 лет не дурации 10 лет у нас 159 процента это одна из самых высоких доходностей в мире но тоже время она достаточно низкая так как таргет появляться 2 процента и по факту ваша реальная доходность будет минус 0 4 процента в принципе не такая уж и хорошая но это еще пол беда потому что мы понимаем что если мы покупаем те же облигации вырастает снижаются просадочные ставки вырастает цена на облигации в результате мы себе заработать но ставки-то снижаться не будут и если ставки снижаться не будут в таком случае и не будет роста цены на облигации и в результате зачем нам сидеть в долгосрочных облигаций десятилетний с доходностью отрица с реальной отрицательной доходности если можно вложиться другие страны где будет заработок гораздо выше отсюда вывод доллар на продажу пока пока его в покупку особо нет интереса смотреть следующий момент это 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 что у нас там выходили выходят данные на следующую неделю это австралия по процентной ставки вот по австралии кстати у нас вышли на данный момент данные по инфляции сейчас я покажу они влияются 1 и 8 процента и фактически это за 4 квартала видим что весь прошлый год несмотря то что она была сильно грохнула ситуация продолжила свой рост и очень активно выросла все равно она ниже чем два процента два процента этот аргент понимать но и есть тенденция на ускорение если посмотрим на денежную массу то например мы видим что в целом на периоде в один год мы видим что она растет то есть тут надо смотреть один месяц 2 общую тенденцию потому что один месяц сократилась потом видите как резко выросла то есть глобальная тенденция идет на увеличение денежной базы и и как результат и опять и дальше будет разгоняться в итоге если играть и дальше будет разгоняться есть шанс на то что могут снизить процентную ставку вопрос том снизит ли ее скорее всего нет потому что если деньги вливаются в экономику доходность ставка до 75 процента на данный момент 10 лет доходность 0 96 процента интереса для уважения никого нет поэтому австралийский доллар тоже рассматривается на продажу вот это все правда не записывал потому что у меня это все уже записано сша целом мы себе здесь пишем потому что дальнейшем урона повлияет на нашу валютную матрицу вот здесь то есть мы разобрали с вами в салют что у нас там . новостям из таких важных штата разобрали то есть это как бы главное если что-то продажа мы уже занимаюсь дальше делать тут тоже еще важный момент так как у нас устраива в стране выходят данные по заставки в во вторник можно увидеть будет очень сильную волатильность на во вторник и причем еще может быть момент там бы не снизит и не повысит просто выйдет новости и пойдет вообще непредсказуемая волатильность волатильного то есть рынок может пойти как вверх так вниз именно поэтому на новостях вообще не надо торговать вообще не лезьте в торговлю на новостях потому что это это может сказаться очень больно плачевно и ничего хорошего не будет лучше зайдите после выхода новости если она пойдет не в ту сторону куда должен идти согласно макроэкономики и зайдете по гораздо выгоднее цене и по хорошему сигналу с меньшим риском и хорошо себе заработать поэтому лучше дождаться именно по аудсд дождаться торника и там уже потом зайти в сделку тем более что мне так интересен аудсд как и у нас есть аудена и аут швейцарии сейчас они тоже расскажу так дальше следующих новостей нас то что выходит слыша мы разобрали еврозону давайте и россии потому что интересно у нас будет по еврозоне по еврозоне на данный момент у нас следующая ситуация ситуация вот на евро или а что у нас есть на данный момент если мы посмотрим на денежную массу у нас во-первых ставка ноль процентов денежная масса м1 у нас активно растет и она и будет продолжать свой рост баланс центрального банка тоже будет активно продолжать свой рост у так как он последнее время шел и по большому счету пока вы даже после заседания ничего который было буквально вчера вот и на вчера было выступление головы на прошлой неделе была процентная ставка если не изменяет память по еврозоне да и фактически пока ближайшее время ничего не меняется ставки поставить остаются в отрицательной зоне деньги вливаются с новым пор делается на инфляцию которая кстати выходит у нас сегодня пятница вот как раз выходит данные предварительные данные по инфляции на за едва от месяцев обычно в еврозоне есть понятие как предварительные данные последний день месяца выходят на данные по инфляции во всей еврозоне и принципе на 90 процентов и не всегда совпадают всеми реальными данными которые выходят дальше уже как бы официально вот и что мы здесь если посмотрим посмотрим то увидим что инфляция на данный момент 0 7 1 1 3 процента и то есть увидели что найдет на ускорение на данный момент вообще ожидается что будет 1 4 процента то россиянской инфляция пойдет на ускорение это все приведет тому что могут постепенно сокращать объем вливание денег в экономику так как все-таки цель появляется 2 процента и в результате это приведет к тому что наоборот европейскую валюту могут начать покупать это вот как раз данные выйдут и мы уже на будем знать и понимать что будет с этих на по времени там уходят 100 может даже пока я записываю я 933 вот через полчаса данные выйдут когда вы уже будете смотреть 100 процентов и не уже будут вас уже будет понимание того что дальше делать поэтому в краткосрочной перспективе евро может рвануть немного так наверх на фоне от еще и падающего доллара дальше по россии по россии тоже интересная такая картина у нас весь прошлый год если мы посмотрим доллар рубль он очень неплохо укреплялся при том что за последний буквально месяц оборот упал так где наша вот начало года с начала года до 2020 года минус 11 процентов это по факту рубль укрепился на 11 половиной процентов это все из-за чего было из-за того чтобы она был очень хороший апсайд при инвестировании в облигации в россии и как результат инвесторы покупали те же гособлигации покупали сейчас покажу по доходности там на тот момент она была в районе восьми процентов сейчас же например по тем же 10 лет там доходность уже 626 то есть доходность крайне низкая вот если посмотреть пример где наш следующий год возьму даже последние пять лет лучше по 2019 год 886 и 2 падение на два процента привело к росту цен на облигации на десятилетки примерно на те же самые два процента потому что это десятилетки по извиняюсь на два процента на 20 процентов потому что этот десятилетки вот и будет ли снижение дальше это все будет зависеть как вы уже знаете от инфляции и от текущей рыночной ситуации мы не что денежная масса спина растет деньги вливают в блоги он инфляций на данный момент на уровне три процента и вот уже важно там нет в липы по инфляции в россии 4 ст если инфляции продолжил свой рост только то есть и процент на ставки больше снижать не будут которые на данный момент находятся на уровне шеи 25 процентов и принципе тогда и больше не в NoveR но если оно будет и дальше продолжать движение ставки тоже пойдет вниз и в принципе по проразм ожидается штаба действительно снизит где-то шести процентов это будет первое снижение может даже за год упасть еще даже до 5 половиной процентов если такое произойдет в случае особо интереса для инвестирования в россию уже не будет и как результат рубль пойдет больше на падение хотя и на данный момент это доходность не такая уж и большая с учетом волатильности курса рубля потому что нужно учитывать еще и валютные риски то в результате мы получим то что деньги с россии будут откатывать и в результате рубль больше пойдет на падение в средне-дальнесрочную перспективу на данный момент у нас как раз выходят данные по инфляции вот они четверг выходят данные по инфляции в россии если это инфляция упадет таком случае можно ожидать что рубль начнут постепенно постепенно продавать и выводить деньги на данный момент макро ситуация глобально общая картина имеет вот такой вот вид я сейчас не буду сильно вдаваться в каждый анализ каждые деньги страны главное что общую картину вы уже понимаете то есть на следующую неделю пока у нас большинство стран во флете но тоже следует понимать что если она во флете есть технический сигнал для входа можно пробовать заходить но желательно искать точки входа на тех валютах которые нас там прямо написано сильная продажа и покупку например аур франк аут йена они у нас пока рассматриваются продажу если будет хороший сигнал можно их смотреть так поэтому давайте заходим на нашу наш терминал это тот счет который я показывал здесь мы настроили с вами более индикатор структура рынка как он работает это все рассказал предыдущих видео поэтому еще раз посмотреть и что у нас на данный момент на данный момент я тоже по заходил несколько сделок у меня был мастер-класс понедельник этом объяснял тоже показывал и что мы сейчас имеем евро доллар вот как и собственно полагали шикарный уровень возврат то есть пробили уровень до следующей вернулись обратно шикарный рост данный момент первая наша цель по евро это один 1080 это то куда мы идем следующим по фунту по фунту на данный момент флэт тоже мы с вами это говорили тут делать нечего может нет конечно вы можете тут нарисовать себе зеркальный уровень шикарная отработка это воздушный уровень или слепой они вообще ребят слепой уровень это моя запатентированная поэтому ее без моего разрешения не пользоваться а вот все остальные можете так дальше доллар франк то же самое картина все в канале сюда лучше не лезть и не торговать доллар и она здесь был интересный сигнал на покупку но я она за глобально рассматривается именно доллар иена вниз продажу тут у нас тут можно было заходить вы кажется с вами это как раз в этот момент и разбирали еще его объяснял что я ну сейчас можно продавать будет хорошее снижение что собственно и произошло на данный момент я бы ее не трогал пусть еще немного тут раз торгуется потом будем как-то заходить нзд иена по нзд иена смотрите пошли вот пошли хорошее снижение пошли вниз вверх не сверх и сейчас на данный момент тоже видим сигналов как таковых нет этот сигнал который отрисовался он уже у нас не действительный потому что он работает только два дня здесь просто стрелочки остаются что был такой-то сигнал но вы там же принимайте решение заходить или нет по нзд и usd та же самая картина у нас продажу и везде есть тоже продажу но пока сигналов как таковых нет я думаю что когда упадем где-то ближе к уровню 0 432 здесь у нас какой-то сигнал уже появится это будет на следующую неделю не тогда зайдем в сделку лор канадец пока тенденция вверх то есть мы с вами тоже это разбирали вот но тут единственное что я думаю что же он где-то в эти диапазонах 1 32 61 рынок еще раз торгуется и тут появится новый сигнал на продажу здесь я бы пока не заходил в сделку дальше а у 2sd что у нас есть на данный момент данный момент точно не говорили что он больше продажу чем покупку до сигналы рисуется это понятное дело потому что макроэкономер здесь по технике не учитывается здесь чисто визуально показано что делать но что нам делать на данный момент на данный момент ждем нового сигнала на вход сделку и в результате будем заходить на на покупку но когда явится сигнал и когда будете статья по макроэкономике ауткад здесь на самом деле вот за счет того что он такой более флэтовый если рынок зайдет выше уровня утка сегодня у нас не смазал зайдет выше уровня 088 87 можно его рассматривать на покупку при том что первая наша цель будет где-то в районе 069 64 пока его ждем тут особо на данный момент входов нет вот а у франк то о чем мы говорили что он франк продажа в принципе уже пошел пока тоже не рекомендую сюда лезть аудиена тоже пока не рекомендую здесь потому что мы очень сильно уже ушли вниз тут как вариант можно попробовать относительно уровня 083 50 продать его со стопом 7408 но это более дисковый сигнал я бы не заходил у нас есть правило там не заходит дальше аудри везде у нас была точка входа шикарная была точка ввода сейчас пока идем все по плану тенденция вверх самом-самом внизу купили это я показывал еще понедельник и что на данный момент ждем просто к уровню как минимум 1043 98 дальше карт франк та же самая картина моего понедельник покупали здесь был сигнал в принципе отрабатывал он неплохо но нормально отрабатывает волатильность у нас пределах рисков риски я уже объяснял поэтому ждем пока канада иена только-только первое движение вниз пошло да тут можно рискнуть конечно внутри дня попробовать торгануть но я бы лучше подождал и более сильного сигнала на покупку тем более что я на вас рассматривается в день надо я на год я на нас рассматривается покупку канада продажу канадо я на вас сильная продажа поэтому тут наоборот может пойти сильное движение вниз и здесь поэтому по картинку не заходим франкен ровно во флете ничего здесь не делаем евро а пока сигналов нет ничего не делаем евро к тоже самая ситуация что у нас еще из других валютных пар евро франк ровно по центру тоже ничего не делаем евро фунт да три сигнала уже нарисовалась на покупку пару пару дней подряд но евро смотрим что раз по евро фунту по евро фунту у нас проект результате так как евро у нас больше рассматривается покупку он больше в продаже технически можно попробовать евро фунт купить поэтому давайте сразу даже выставим отложенный ордер на уровне 084 15 объем 0 05 почему потому что меня при тысячи пески я могу зайти в 5 сделок объемом номер 5 максимум первые сделки а дальше будем постепенно доливаться так отложенный ордер by стоп ну и что у нас восемьдесят четыре семнадцать то есть немножко тоже учитываем стоп-лосс я сейчас отложка есть и стоп-лосс 084 минус так не 80 минус примерно 150 пунктов этой профи ставим на верхний уровень 085 40 так вот так хорошо вроде нормально хотя вот этот стоп мы тоже будем его еще редактировать так как мы работаем не просто вот зашел сделку еще у меня есть целая таблица по расчет лиц рисков по которой мы будем несколько на доливах делать и в результате заберем максимальное движение так как смотрите вы можете ошибиться не создать сделку поставить небольшой смог получить убыток потом снова оставить это будет урет и в результате на долгосрочной перспективой находится лишь вы можете рассчитать волатильность которая есть на валюте за заложить эту волатильность несколько раздавиться и dodor она пойдет в вашу сторону потому что как узнаете никому не его PalestEX дорогая его это никому не удалось лишь в дешевую валют解 составе мы получим шарушку дальше евро и она по евро иене у нас продажи поэтому пока сигналов даже если увидим эти сигналы на покупку, но мы их не трогаем, потому что по макроэкономить у нас продажа. Евразия пока ничего. Фунт АУД. Но тут интересная, кстати, ситуация, что очень сильное было движение наверх, и сейчас здесь может рисоваться хороший сигнал на продажу. Я думаю, что это уже будет на следующей неделе, но можно к нему присматриваться, чтобы заходить в шорт. Но пока сигналов нет, поэтому ждем. Фунт Канада, ой, да, Фунт Канада. Тут пока та же самая картина, ждем, когда сформулируется нормальный сигнал на продажу, потому что после первой волны вверх пока не заходим в сделку. Фунт Франк тоже пока ничего, мы тоже будем его рассматривать больше продажу, даже по макроэкономить ситуацию у нас фунт. Фунт и фунт Йена у нас на продажу. Фунт Йена та же самая картина, пока мы ровно по центру, ровно во флете, зачем заходить, если нет сигнала. Фунт НЗД та же самая картина, НЗД. Фунт Канада, пока сигналов нет, сейчас наоборот тенденция может пойти вниз и есть шанс, что мы можем спуститься даже в 0.84.31, это как минимум. Вот по доллару рубль. То, что мы и говорили, тенденция больше вверх. Я сейчас думаю, что где-то вот в этом диапазоне она будет торговаться в районе около 64 рублей за 1 доллар, потому что все-таки сильное движение уже пошло и надо немножко остановиться. Так, серебро и прочее по биткоину говорили, что можно его было купить еще давно, еще на прошлой неделе и пока ждем. Все. То есть основные валюты разобрали, сделки выставили. Кое-где мы уже сидим, посмотрим, что у нас дальше будет отрабатывать. Обычно отрабатывает хорошо. Так, и в принципе на сегодня у меня все. С вами был Игорь Негода. Успех вам побольше. Профита, вторгуйте, инвестируйте, зарабатывайте, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал и будьте успешны. Увидимся с вами ровно через неделю.